На три важнейших поста в американской правящей верхушке министр обороны, вот тот самый телеведущий, ну и ветеран, он, конечно, не столько журналист, сколько бывший армейский, тем не менее, хексит, госсекретарь, как пишут, скорее всего, будет известный сенатор Марко Рубио, помощник по нацбезопасности, тоже важнейшая должность, Майк Уолтс. Вот коротко давайте по ним трем пройдемся, а потом ответим на главный вопрос, а насколько вообще большие шансы того, что они действительно станут теми, кем мы говорим, а даже еще, может быть, важнее вопрос, и даже если станут, смогут ли на что-то повлиять? Да, отвечая на этот вопрос, я хотел бы несколько общих замечаний, да, вот прошла одна неделя, и после выборов в США, после 5 ноября, и мы видим, что события вот в США, да и в мире напоминают некий калейдоскоп, и избрание Трампа вызвало некую цепную реакцию, не только в США, но и в мире, задвигались скрытые от глаза тектонические плиты, То есть вот, ну, я потом поясню эту свою идею, но вот даже очевидно, что идет оперативная корректировка некоторых политических схем, не только в США, и вот, возвращаясь к вот трем этим Богатырям Персоналиям, да, американским, давайте сначала, ну, разберемся с Питом Хекситом, да, это вот, условно говоря, черчик из табакерки, честно говоря, вот я Как этот один из калмыцитирую, кто этот, черт возьми, этот парень, кто этого? Да, точно так же, как вы, я сегодня первый раз, значит, узнал о его существовании Ну, мы с вами еще и Fox News не особо смотрим, может быть, зрители, скажем прямо, наверное, для них это более-менее известная фамилия, но с точки зрения армии и Министерства обороны, я думаю, никто не связывал одно с другим Комментаторы, которые оценивают вот эту ситуацию, они говорят, что вот сложилась личная химия между Дональдом Трампом и Питом Хекситом в ходе совместных программ Fox News Вот мы с Евгением понимаем, удачно сходил на эфир, удачно для этого ведущего Да, безусловно Теперь он станет министром, может быть Есть существенные моменты, да, станет или не станет, но вот еще пару штрихов к его портрету, он закончил Пристонский университет, все-таки тоже это говорит о определенном уровне Воевал в Афганистане и Ираке, служил на Гуантанамо, на Кубе, 8 лет работает ведущим на Fox News, в 2012 году неудачно поучаствовал в выборах в Сенат от Миннесоты Это вот те данные, которые пока доступны в интернете, но, как мы слышали, основная претензия к нему, это полное отсутствие опыта государственного управления, работы в госструктурах И это очень серьезный момент, потому что, на мой вкус, с момента президента Обамы в США пошли, нельзя сказать, что необратимые процессы, но некие странные процессы, когда на государственные должности стали попадать люди чуть ли не с улицы То есть, действительно, в период Обамы объявлялся конкурс в интернете, то есть, ну, мы помним этот вот печальный опыт, вот, например, ну, все хорошо помнят Джеймсаки Что это было такое, в общем-то, извините, ну, мы как бы не сильно и сочувствовали, но, вот, и журналисты, и эксперты, они испытывали некий испанский стыд за те вещи, которые Джеймсаки говорила, да, про авианосцы, подходящие к берегам Беларуси, например Вот, это вот ее знаменитая цитата, которую, ну, невозможно просто... А как бы хотелось Да, значит, вот, по Питу Хексету, не факт, что он станет министром обороны, почему? Потому что по процедуре все кандидаты должны пройти слушание в Сенате утверждения, и им будут задаваться вопросы, естественно То есть, я не уверен, что Пит Хексет ответит нужным образом на все вопросы, но... Ну, там же, а вам скажут, а там все республиканы, большинство Но это, это, это не всегда так работает, я объясню, почему... То есть, даже среди них могут найтись те, кто подумает, нет, что-то этот парень совсем не тот Внутри республиканской партии тоже есть свои предпочтения к тем или иным кандидатам И кто-то с кем-то раньше работал, 20, 10, 5 лет назад, с кем-то сложились горизонтальные и вертикальные связи Поэтому, скорее, они хотят видеть узнаваемую фигуру на этом посту И фигуру, которая будет пользоваться, ну, определенной степенью доверия Но все-таки сейчас, вот я говорил про этот, про назначение из интернета и с улицы, да Все-таки, вот эта фигура, в отличие от остальных, мы поговорим про других кандидатов на другие должности Она, ну, вот, сразу очевидный момент, вот, не хватает компетенции вот этой фигуре Возможно, это хороший парень, возможно, он в хороших отношениях с Трампом Но и соратники по партии, особенно демократы, вот, будут давить на этот больной мозоль Трампа То есть, они будут, уже очевидно, раскручивать тему некомпетентности Хорошо, тогда, может, бог с ним, может, он вообще не пройдет, да, что-то, Евгений, хочет Кто знает, ну, вот, смотрите, у него есть плюс, он молод, 44 года Есть два месяца, чтобы его поднатаскать А, может быть, мы же не знаем, может быть, там есть шпаргалки с вопросами и ответами на них Ну, правда, жизнь потом, она же будет уже экзаменом таким, что по шпаргалкам не получится Ну, всегда что-то делается в первый раз Тем более, министр обороны должность та еще Евгений, у меня есть ответ сразу на ваш вопрос Значит, и он очень простой За время предыдущей каденции Трамп на посту министра обороны поменял пять человек Потому что он тоже не был опытен еще Нет, потому что это характер Дональда Трампа Который вот при принятии кадровых решений все отмечают его импульсивность Химия проходит быстро, да? Ему понравился человек, он посчитал, что у него есть некие характеристики Он там участник боевых действий, но, извините, это участник боевых действий Это не элемент государственной машины управления, который имеет определенный бэкграунд Это совершенно разные вещи От двух других может быть тоже пару слов, но там шансов больше, насколько я понимаю, что они все-таки займут эти важнейшие тоже два места в иерархии властной Госсекретарь и помощник по нацбезопасности, то есть, насколько я понимаю, человек, который курирует все, ну, спецслужбы, да, всех правоохранителей Ну, для того, чтобы, ну, для понимания, советник по нацбезопасности, это аналог нашего секретаря Совета Безопасности А, первый, а госсекретарь, министр иностранных Да, ну, это чтобы в координатах наших Так, вот Марко Рубио может стать госсекретарем Да, Марко Рубио и Майя Коулс на посту помощника по нацбезопасности, это более проходные фигуры Пишут, что ястребы Абсолютно точно, и один и второй Если характеризовать Марко Рубио, то основными моментами его биографии является то, что, значит, его семья — это выходцы с Кубы Он уже три срока в Сенате с 2010 года До этого он был спикером Палаты представителей штата Флориды То есть у него хороший послужной политический список Значит, сейчас он вот занимает посты в комитетах по разведке и международным делам То есть вот человек в контексте, в теме он погружен То есть я не думаю, что будут большие, значит, к нему претензии в ходе утверждения его в Конгрессе Так вот, уже сейчас понятно, что он займет жесткую антикубинскую, антивенесуэльскую позицию То есть вот нашим партнером Кубе и Венесуэле будет с этим госсекретарем очень сложно Его даже где-то, я читал, называют чуть ли не министр иностранных дел Называли раньше по-латинской Америке Да, потому что, как правило, он наиболее компетентен в этих вопросах И к его мнению прислушивается Но он ведь и жесткий антикитайский, по крайней мере, по риторике Там просто иногда очень жесткий Еще один момент, он жесткий антикитайский политик И надо сказать, что и образование у него, в принципе, профильное, достаточно серьезное У него политология и юридическое образование То есть вот, ну, человек со всех точек зрения подготовленный Но тут интересный момент Вот я, когда смотрел его биографию То есть пошел по ссылке Значит, он женат на Жанет Дуз Депрубио Значит, вот очень интересная история их Лавстори, так называемая, да Почему? Потому что так У них все не с первого раза сложилось Это фактически Вот кто захочет, это некая мексиканская опера Да, мы время терять не будем Но хотите в интернете ищить Вот именно по линии жены Досужие американские журналисты Нашли достаточно серьезные скелеты в шкафу В момент первых выборов в Сена в 2010 году Его теща и жена растратили определенные средства И причем, по мнению аудиторов, они были растрачены не совсем законно То есть, например, теща заплатили 3500 долларов Хоть небольшая сумма, но в США это достаточно жесткий финансовый контроль По делам, связанным с выборами За оплату автомобилей Хотя это там было все не совсем прозрачно Возможно, они там на своих автомобилях передвигались Ну, короче, есть за что, если что, зацепить Да, и 10 тысяч долларов курьером Хотя курьерами выступали члены семьи То есть, они как бы могли выступить волонтерами Но они за это получили деньги Если захотеть, есть за что зацепить Были претензии по Майку Олсу, который претендует или номинирован на пост помощника по нацбезопасности Сразу скажите интересный факт Вы его до эфира сказали Он же зеленый берет, да, спецназовец Да, это мало того, что это первый зеленый берет в Конгрессе вообще За всю историю Соединенных Штатов Ну, для, для, там, большего, там, понимания медийности Например, вот известный фильм Рэмбо, да То есть, вот, Сталлоне играет бывшего представителя, значит, зеленых беретов Ну, что такое зеленые береты, давайте скажем Ну, два слова, да, буквально Да, два слова Это силы специальных операций сухопутных войск США Это элитные части Это вот наиболее известно, да, вот, ну, нам по кино, посредством массовой информации, отряд Дельта То есть, вот, мы видим, когда там показывают американский спецназ Это в основном зеленые береты Так вот, по биографии, да, вот, кроме зеленых беретов Тут еще два интересных факта И отец, и дед Майк Уоллса служили в военно-морском флоте США По некоторым данным, то есть, вот там данные разнятся Дед даже был адмиралом Но мама воспитывала его одного без отца То есть, я не знаю, что там произошло, но вот такой факт Но, тем не менее, вот после службы в вооруженных силах США Майк Уоллс занимал достаточно большие должности При министрах обороны Рамсфельде и Гейте Был помощником вице-президента США по терроризму А вице-президент этот был между нами, говоря, Дик Чейни Про которого мы уже вспоминали Представитель, как мы говорим, того самого глубинного государства После выхода в отставку он основал очень интересную компанию Да, вот, Метис Солюшн Которая занималась подготовкой военного персонала В области безопасности в различных странах И особенно его деятельность была связана с Афганистаном И вот мы когда говорим о том, что у каждого американского политика Те или иные скелеты в шкафу есть Вот эти скелеты, да, у Майка Уоллса есть по поводу Афганистана И по поводу его военной компании Эта военная компания была продана в 2018 году более крупной компании Но вот Уоллс получил за эту сделку То есть вот тоже странные данные Там вот они где-то там на сайте Конгресса От 5 до 20 миллионов долларов Потому что, ну, видимо, не он один владел этой компанией Аудиторы, которые разбирались с проблемой этой компании Говорят о том, что были Когда эта компания заходила для выполнения контрактных условий в Афганистан Были нарушены условия конкурса То есть они намекают на некую коррупцию Короче говоря, есть за что его взять Да, Майку Уоллс, якобы используя свои связи в Пентагоне Навыки, значит, боевых действий в Афганистане Имел горизонтальные контакты с лицами, принимающие решения И вот за счет этих связей Его компания получила доступ к афганским контрактам Но тут очень интересный момент Его компания занималась добычей полезных ископаемых в Афганистане Сколько мы слышали историй о том, что в Афганистане ничего нет Это бедная страна Но если погрузиться, значит, чуть глубже в экономическую географию Там в Афганистане огромные запасы редких металлов И мы понимаем, что вот уже политические или иные были какие-то мотивы Американская агрессия в Афганистан Получается, экономическая подоплека тоже была То есть попытка была уже, значит, получить доступ К полезным ископаемым Афганистана на постоянной основе И вот, к счастью, этого не случилось Потому что мы знаем, чем это завершилось Да, Олег Дмитриевич, чтобы не уходить совсем в частности Может, вообще никто из них не станет А мы тут потом, скажем, так долго их обсуждали А они так и не стали Не заняли эти должности Вот если эту тему завершать Вы сами сказали, пять министров обороны Было при Трампе прошлой каденцией Четыре раза менялись помощники по нацбезопасности И два госсекретаря Один из них написал мемуары Где жестко критикуют Трампа Говорят, что он его придурком вообще называл Такой Рекс Тилерсон Вот исходя из всего этого А важно ли вообще, кто будет Какие люди, да, какие будут занимать должности Если мы говорим, что часто Трамп импульсивный Вообще, как можно, если вдуматься За четыре года пять министров обороны Они только в дело входили пока, да Их уже убирали То есть они не успевали заниматься Это бардак мог быть в армии, честно говоря Каждый год новый у тебя руководитель Один так метет метла, другой так метет Как вообще делом можно заниматься, да То есть насколько важен тут вот этот момент Вот поэтому Трамп и не развязал ни одной войны Может быть, но тем не менее, да Если не только о министрах обороны говорить Как вы думаете? Да я тут абсолютно согласен Потому что действительно Мы не сочувствуем проблемам Американского Пентагона Для нас это даже плюс Да, для нас это даже плюс Когда вот такая кадровая неразбериха То есть Вот на мой вкус Пусть бы они своими проблемами занимались То есть А в Европе мы занимались своими проблемами Ну вот Очень интересный момент Вот чтобы не сложилось впечатление Да Все-таки Майк Уолс Да и Марио Рубио достаточно компетентны Вот И я не вангую Но я предполагаю, что вот Они пройдут утверждение в Сенате Да Если все-таки они дойдут до этого утверждения Еще тут время еще есть до января Чтобы не сложилось впечатление Что мы там Вот Зеленый берет Это Нечто экстраординарное Давайте отметим такой момент Зеленые береты могут выигрывать операции Но они проигрывали войны Потому что с помощью советских инструкторов Зеленые береты потерпели поражение во Вьетнаме В Никурагу и в Афганистане То есть И это совершенно Но в Афганистане даже без Советского Союза Это произошло Понимаете То есть Они могут Значит да Там Проводить какие-то операции Но Наверное элементы Американской экспансионистской Политики Приводят к тому Что в конце концов Эти операции Приводят к политическому провалу